Сегодня я хочу затронуть тему, сложную, и, честно скажу, я готовился к ней не в смысле накопления информации и так далее, что само собой, а даже где-то морально. Я хочу поговорить о религии, о ее месте в жизни, почему она есть. Религия – вещь настолько интимная, это мое мнение, настолько личная, настолько недоступная проникновению туда извне. Во всяком случае, ощущение или награда, как хотите, назовите это чувство, которое мы всеми способами хотим или желаем защищать. Я даже еще одну вещь скажу, чтобы просто к моим словам относились более взвешенно, что ли. Я лично считаю себя человеком религиозным. Но если меня спросят, какой конфессии я придерживаюсь, то я не найду, что ответить. Наверное, потому что моя религия очень и очень субъективна. Но давайте отодвинем сейчас это и действительно попробуем начать немножко с истории. Как вопроса, так и истории человечества. Ну, о первых, самых первых этапах зарождения, развития человечества. Как у человечества появляется разум, скажем, на биологическом уровне. Сегодня ученые, в принципе, из неорганической материи могут создать органическую. И больше того, даже в этой органической материи, полученной в пробирке, возникает какая-то жизнь. Ну, не вообразите себе слишком многого. Какие-то там вирусы, бактерии. Как вот все это вдруг начинает думать и обретает те качества, которыми человек отличается от остального животного мира. Тут по сей день нет ответа. Ну, вы помните, кто учился когда-то в советской школе, там все просто объяснялось. Материя развивалась, развивалась. И вот доразвилась до такого уровня, что начала думать. Дальше пересказывать эту концепцию не буду, поскольку, во-первых, ее все знают. Во-вторых, убедительность ее, увы, не очень сильна. Есть и другая концепция, высказываемая и как учеными, так и писателями. Скажем, того же Артура Кларка, мы уже поминали. Разум был занесен на планету, как споры грибка, скажем, да. Когда заносятся в лесу, благотворяются, грибы вырастают, так вот, предположим, существовал или существует где-то более высокий разум, который вот увидел, что на Земле происходит какая-то эволюция, что материя становится все более и более совершенной. Вот возникли обезьяны. Сегодня и тут есть масса отходов от той концепции, которая когда-то проповедовалась. Считается, что неандертальцы – это тупиковая ветвь. Сегодня масса ученых склоняется к такой точке зрения. А что человек произошел совсем не от неандертальца, а что копать надо где-то раньше. Какие-то промежуточные звенья исчезли, но вот Кроманьонец, который, в общем-то, чуть-чуть начинает думать, он с неандертальцем разные ветви. Даже больше того, утверждают, что они жили одновременно на Земле, утверждают, что они скрещивались, но потомства не давали. То есть какое-то произошло расхождение. Хотя, если заглянуть в череп неандертальца, по которому сегодня определяют размер его мозга, то оказывается, что он значительно больше, чем мозг того же Кроманьонца, от которого, на сегодняшний день, считают так, произошли больше гипотез и загадок, нежели утверждений, что было так-то и так. Но что объединяет всех вот этих, будем их называть, первых людей, у всех у них, так или иначе, возникают какие-то религиозные представления, религиозные верования, убеждения и так далее. Ну, поначалу все очень просто. Если Грамол гром, то, очевидно, есть некая сила, которая вот этот Гром посылает зачем-то с какой-то целью. Ну, люди пытаются всячески объяснить, какие там цели. Если там в лесу водятся какие-то звери, видно, они там духи, которых посылает опять некто и так далее, и так далее. Человек сталкивается с неизвестным, а неизвестного человек не любит, он любит все объяснять. Разум его с первой минуты своего появления требует любому событию, которое происходит, какого-то обоснования. А почему? Сегодня, да, мы знаем, что есть наука, есть ученые, они что-то уже объяснили, что-то не объяснили, но, во всяком случае, мы знаем, откуда почерпнуть какое-то знание, и знаем еще, что, как говорил Сократ, чем больше я знаю, тем больше я знаю, что я многого не знаю. Но, действительно, мы чего-то не знаем, но, во всяком случае, мы представляем себе, как мы можем это узнать. Первобытный человек такими категориями, естественно, не мыслил, и он объяснял это так, как умел. Поначалу вообще мироощущение этого первого человека, оно было, ну, как бы сказать, синкретично. То есть не было еще дифференциации, скажем, между тем, что сегодня бы мы назвали искусством, и тем, что сегодня бы мы назвали наукой, и тем, что сегодня бы мы назвали религией. Человек в пещере брал в руку камень и начинал на стене выдалбливать какие-то рисунки. Мы находим эту наскальную живопись, начинаем рассуждать о том, что вот, он изобразил сцену охоты, он изобразил какое-то животное, там, оленя, мамонты, еще кого-то. А он не об этом думал в эти минуты. То есть даже трудно, конечно, забраться в его мозг и точно представить, о чем именно он думал. Но для него это было все единое, это было смешанное чувство. То есть изображая, скажем, какое-то животное, он таким образом заговаривал его. То есть он считал, что если он изобразит мамонта, то таким образом пещеру защитит от этого мамонта. Или эстетический аспект изображения его, скорее всего, занимал еще мало. Его больше занимал вопрос сходства, чтобы действительно тот, кто посмотрит на рисунок, догадался, что это вот изображен человек, это вот свинья, а это вот волк или кто там еще. То есть все это было синкретично, и поэтому первые попытки объяснить себе, почему идет дождь, почему может грянуть буря, почему может случиться извержение вулкана и так далее, можно назвать это даже какими-то научными потугами. То есть, в общем-то, задача, которую ставил перед собой этот первозданный человек, была точно такой же, какую ставим сегодня перед собой исследователи ядерной энергии или чего-нибудь в этом духе. Но, тем не менее, он не вычленял всего этого. Меня занимает религиозный аспект. То есть, как я сказал, религия поначалу была частью того и другого, все было смешано. А потом она так или иначе начинает все-таки вычленяться в нечто самостоятельное. И раскопки подтверждают это. Появляются люди, которые специализируются, ну, скажем, на шаманстве, как сегодня бы мы его назвали, или там на какой-то деятельности, которая потом привела к возникновению клана жрецов, которые якобы умеют истолковывать те или иные явления в религиозном уровне. Они будут вычленять из массы всяких сил, действующих в природе, те или иные, присваивать им какие-то названия. Ну, то, что на первых этапах религия носит характер, как сегодня принято говорить, языческой религии, то есть многобожия, совершенно естественно, поскольку, ну, а как иначе? Как объединить мир в одно целое? И понадобились века, чтобы возник монотеизм. Я хочу чуть-чуть отвлечься. Я уже сказал, что все раскупки и все археологи, и все, кто занимается антропологией, все ученые, в большей или меньшей степени посвятившие себя этим наукам, этой деятельности, сходятся в одно – возникновение разума, возникновение первых поселений, первых людей, умеющих пользоваться орудиями труда, умеющих охотиться, создавать какие-то свои примитивные, но все-таки, ценности, происходит параллельно с возникновением религиозного мироощущения, религиозного миропонимания. Понятно, что эта религия примитивна на первых этапах, понятно, что она очень разная, у каждых групп людей еще нет какого-то общего начала, какого-то объединяющего их, да и просто связи между этими группами людей, которые жили на той планете. Десятки тысяч лет назад ни самолетов, ни поездов не было, общаться им было сложно, так что каждая группа порождала что-то свое. Но, тем не менее, оно возникает. А раз оно возникает, то, наверное, это все-таки не случайно. И вот Арнольд Тоймби, есть такой известный, ныне покойный историк, который написал массу книг по истории, и вот есть у него одна книга, которая не одна, но, во всяком случае, главная его книга, в которой он рассуждает о цивилизациях. То есть он пытается все народы, всю историю человечества разбить на какие-то цивилизационные периоды. Я сейчас поговорю об этих цивилизациях, не о всех, конечно, поскольку количество цивилизаций, он несколько раз возвращался к этой книге, и количество их менялось от 24 до 27, может быть, я какой-то вариант упустил из Лиды, там было другое количество, но не суть важна. А важно то, и он это утверждает, как нечто неоспариваемое. Любая цивилизация характеризуется возникновением религий, и ни одна цивилизация атеистическая в истории человечества, не то чтобы не была, возникали, но они моментально гибли и не имели своего продолжения. Цивилизации, продержавшиеся какой-то с исторической точки зрения разумный период, как цивилизации, этот зародыш религии в себе несли, эта религия получала развитие. Как одну из самых древних религий он рассматривает религию древних египтян. Не надо, во-первых, ни в коем случае их путать с нынешними египтянами, поскольку нынешние египтяне – это, в общем-то, пришлое арабское население, пришлое из Саудовской Аравии. Я имею в виду географию, в те времена она, естественно, Саудовской Аравии не называлась. Речь идет о тех египтянах, которые создали государство фараонов, и он там выделяет, Арнольд Тоймби, выделяет три цивилизации, которые приходили на смену одна другой. И что интересно, цивилизации угасали, а ядро религиозное сохранялось. И вот именно потому, что религия не исчезала, как утверждает Тойм, цивилизация могла расвести снова. И на месте одной погибшей цивилизации возникала другая. Менялись имена богов, менялись обряды, которые исполняли жрецы. Многое менялось, но суть, ядро оставалось. И концепция Тоймби сводится к тому, гибель цивилизации наступает только в тот момент, когда умирает вот именно ее религия. Выделяет Тоймби три периода в Древнем Египте. Начинается отчет где-то в незапамятные времена, то есть где-то там 12-й, 14-й век до новой эры. Эта религия просуществовала, ну, самая долгая жизнь из всех известных религий. По нынешний день она просуществовала больше двух тысяч лет. Три тысячи лет называет Тоймби. И три тысячи пишут с большими оговорками, что, скорее всего, к этим трем надо добавить еще как минимум одну, а то и полторы. Ну, кто-то мне скажет, а как же, вот, иудаизм зародился и так далее. Ну, отставим пока это в стороне. Я и такого сравнительного анализа проводить не хочу. Мне сейчас важно выделить вот только один пункт, с которым, и опять это моя точка зрения, я согласен. Действительно, сколько литературы, сколько книг я не читал, я не наткнулся ни на одно утверждение ни одного философа, ни одного мыслителя, ни одного историка, который бы разделил существование. Не все называли цивилизации цивилизациями, были и другие термины, и другие названия. Но так или иначе ту или иную общность людей сплачивали, кроме каких-то социальных факторов, там, профессиональных, интеллектуальных, каких хотите, сплачивали еще их религиозные взгляды. Продолжение следует...